А lightweight highly tunable air flink, designed to open core-like consistent, still throughout the travel, and partlessly sucking up the smallest heat and tracking the slightest changes in the terrain. Чё, для пробы, скажи. Раз-два-три, проверка, как меня слышно? Проверка микрофона. Раз-два-три, бля... Это фоновые звуки, фоновые звуки, заткнись. Поехали. Всем привет, с вами Лила База, и в сегодняшнем коротком видео я хотел бы в очередной раз затронуть тему вилок замечательной компании RockShox, а конкретно апгрейдер воздушной пружины, которую они с недавних лет начали предоставлять как возможность тюнинга своих старых вилок, это воздушная пружина типа Tipone, то есть пружина с увеличенной негативной воздушной камерой. Итак, давайте я перед тем, как разбирать вилку очень схематически, покажу, как оно всё расположено внутри вилки и как оно работает, то есть зачем нужна увеличенная негативная пружина. Эта деталь, она находится внутри ноги вилки, вот примерно в таком положении. Ну, приблизительно. То есть возможно на самом деле даже вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот это пространство является собой негативную воздушную пружину, все это представляет. Здесь, все остальное пространство, здесь у нас живёт позитивное воздушное пружина. Внутри ноги вилки, примерно в этом месте, есть небольшая проточка. Для того, чтобы в полностью разжатом положении, воздух мог свободно перетекать из позитивной в негативную камеру и обратно. Это нужно для эквализации давления. Когда вилка срабатывает, верхний поршень движется вверх по ноге, и сообщение между воздушными камерами прекращается. И почему они называются позитивные и негативные? Позитивное начинает работать на сжатие, то есть давление в ней повышается. Зависит от того, чем сильнее сжата вилка, тем выше давление. А давление в негативной понижается. И за счёт вот этого и обеспечивается плавное мягкое страгивание, чувствительность к отработке мелочи, и, можно так сказать, в какой-то степени ощущение как от пружинной вилки. Наша задача следующая. У нас есть вот такой практически топовый пайк RC-T3. Бустовый. По-моему, на 160 ходов. Да, на 160 он должен быть. Да, на 160. Но он без дебонера, то есть его уже нельзя назвать топовым. Сейчас мы его сделаем топовым. Приступим. Разборку любой RockShox вилки, когда она начинается снизу, это всё неоднократно показывалось даже на нашем канале. Вот, к примеру, у нас вот здесь, вот будет сейчас описание, у нас вот есть полная ТО и разборка вот этой белой вилки. Вот, кстати, её мы не будем обрезать вот на эту. Так, ну внутри всё вообще прям чистое-пречистое. Без токенов? Без токенов, что, кстати, довольно странно. Ну, я думаю, пока соберём, наверное, без токенов. Если владелец поймёт, что прогрессии не хватает, добавим токены. Уменьшим объём позитивной воздушной камеры. Так, если оно просто так вылезать не хочет, можно немножко сочетерить. Сделать себе такой пор. Давай, отдай. Значит так, вот у нас две пружины. Наш старенький Solo-Air и наш новенький, хоть он конструктивно тоже Solo-Air, назовётся Lebon Air. Значит, в чём их принципиальное отличие? Значит, на самом деле, отличие-то не принципиальное. Вот этот объём негативной воздушной пружины, он немного больше. Процентов на 15, на 20, точно сказать сложно. Вот, что они убрали материал, где только можно было, чуть-чуть поменяли форму вот этого поршня. В общем, выиграли немножко объёмы, и за счёт этого уменьшили усилия страгивания. Ну что ж, будем ставить его в вилку, тестировать. Нормально сделайте, а то я вам еду и разнесу. Обязательно удостоверьтесь, что это вот колечко стопорное, что оно село в паз, что если оно не село, это плохо кончится. И так, вот я сейчас немножко отхожу от мануала. Вообще туда не следует добавлять ничего жидкого, но по моим прямом личному опыту и по ощущениям, от одного-двух кубиков смазки жидкой для воздушных пружин, ему становится только лучше. Но совсем-совсем немножко леется. Буквально на донышке крышечки. Можете использовать этот RSP или FLUID, можно фоксовые синие сопли для амортизаторов, можно любые аналоги, как бы не суть. Ну, финальный этап. Накручиваем крышку. Если у вас есть на ней токены, если ставите столько токенов, сколько вам нужно, у нас пока токенов нет, но это не значит, что это не будет в дальнейшем. Такс, ну-ка давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, я вот не скажу, что я прям очень сильно чувствую эту разницу. Тут, мне кажется, больше влияет то, что вилку только что разобрали. Нет, ну все это страгивание определенно уменьшилось. Но вот связано это именно с Debonair или нет, я, честно говоря, даже не знаю. Но это не показательное. Я думаю, лучше всего поставить вилку на велосипед и дать попробовать пожампать владельцу. Какие твои ожидания от Enduro Gravity с новой пружиной Debonair? Я буду раздавать 300 метров вертикальной плоскости. Ты будешь дропать 300-метровые дропы? Конечно. Ланат. Ланат. Ланат установлена и, по-моему, очень неплохо прижилась. Но мы сталкиваемся с следующим моментом, что здесь у нас используется втулка 110 миллиметров, так называемый Boost. Колесо у нас не бустовое. Но у нас есть вот такой солюшен, такой выход из положения. Это кит для E13-стулочек на переделке, ее под Boost. Сейчас мы его используем. Да, компачки абсолютно одинаковые, поэтому нет разницы. Я бы это и не правы. То есть они дали нам возможность не просто отодвинуть ротор, а еще подгадывать расстояние, на которое мы его можем отодвинуть. Это, знаете, очень полезные штуки, на самом деле, в хозяйстве. Итак, вилку пересадили. Все прижилось, все настроилось. Теперь мы на пустах, теперь мы все черные, как нельзя. Вот так вот усилие спрагивания, конечно, очень хорошо ощущается. То, что оно практически отсутствует. Но судить не мне, велосипед не мой. Я бы хотел, чтобы владелец велосипеда, как бы он его еще не трогал. То есть он сейчас вот прямо вот с первого круга был впечатлением. Сейчас давай, Никит, смотри, что мы тебе сотворили. Но прям огонь. Еще больше Эндур играется. Смотри, в общем, у тебя здесь нету простаточных токенов для уменьшения объема. То есть сейчас она, грубо говоря, с максимальным объемом воздушной камеры, насколько это возможно. Если не будет хватать прогрессии, то давай мы тебе их тогда поставим. Но я думаю, так или иначе, тебе сейчас нужно покататься и попробовать протестировать свою новую игрушку. Ну, я думаю, что в этом коротком видео мы как-то показали вам, что такое дебонная пружина. Честно говоря, не знаю, есть ли в ней какой-то прям очень большой толк. Только время покажут. Но вообще, как англей для вашей визиты RockShox, такое вполне имеет место быть. За всем все. Сэм Балага Лобазов. До новых видео.